Добрый день, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете экстрасенс и прозорливый старец. В чем разница? Я не знаю, кто именно задает такой вопрос, для кого из вас не очевидна эта разница, но постараюсь объяснить. Евангелие говорит нам, что все познается по плодам. Знаете, есть сны, вещи, или некие явления человеку из потустороннего мира. И, как правило, эти явления или эти сны всегда с левой стороны. Ну, как и вообще помыслы, которые всеваются в наш разум постоянно. 99,9% — это от лукавого все мысли. Как узнать? Отцы говорят, что если вдруг вы увидите сон или видение некое от Бога, то у вас не будет ни триллионной, триллиардной доли сомнений, что это от Бога. Почему? Потому что плод этого видения будет удивительное райское спокойствие и радость для вашей души. Явления же с другой стороны, с левой, они всегда такие достаточно понятные, четкие, всегда немножко пугающие и всегда очень приземленного характера. Вот старцы прозорливые, ими нельзя никогда, когда они были, и я надеюсь, что, может быть, они и сейчас есть, хотя я таких не слышал, их нельзя использовать как некий оракул, который отвечает тебе на вопрос, что делать и как быть. Вот соприкосновение с ними, общение с ними — это не решение какого-то вопроса, не ответ на какой лотерейный билет мне купить, и какие там числа написать, чтобы выиграть, а это именно состояние, когда ты находишься рядом с человеком, который приближается к святости или святым человеком. И это ответ тебе на все вопросы твоего бытия, в первую очередь на вопросы веры и на вопросы уверенности в Боге, потому что когда ты видишь перед собой человека, который реализовал Евангелие в своей жизни, тебе не нужно больше ничего, ты убежден, быть может, даже до конца своих дней в том, что путь, по которому ты идешь, путь православия — это верный путь, и, быть может, даже единственный верный путь. А что касается экстрасенсов и подобных людей, потому что людей множество таких, которые имеют так называемое «дарование», в больших-больших кавычках жирных и темных, таких людей множество. Дьявол такие, в кавычках, «дары» раздает щедро. Как правило, люди эти, когда они приходят всерьез в церковь с покоением, тут же утрачивают этот дар. Как правило, это ответы на какие-то сиюминутные человеческие вопросы с желанием как можно больше человека вовлечь к себе в доверие, чтобы потом обмануть его. То есть обычные лживые бесовские игры, которые могут продолжаться часто всю вашу жизнь. Цель дьявола — никоим образом вам не помочь, не доказать, что он лучше и мудрее Бога. Цель дьявола одна — это погибель вашей души. Он, как говорит Христос, дьявол, был человек-убийца от начала. Никаких других чувств к вам у него нет. Поэтому, если вы прилеплены к этой земной жизни, если вы, как в этой песне, устроены так, люди желают знать, что будет, хотите этого, хотите еще из этого извлечь какую-то пользу для себя, сиюминутную, то это не к старцам, это не к людям, которые совсем для другого существуют на земле. И упаси Бог не к экстрасенсам, а совсем просто это решается. Вы посмотрите на себя внимательно, на то, как вы живете, на то, как вы существуете, на то, как вы трудитесь, на свой талант. Вы вполне можете дать себе эту оценку. Она будет не очень для вас радостная, не очень лицеприятная, но достаточно точная, потому что мы знаем про себя, кто мы такие есть. И попробуйте, дав себе эту оценку, сказать, а вы действительно заслуживаете того, о чем вы просите. Вы действительно достойны лучшей жизни или прекрасных людей рядом с собой, или какого-то сверхъестественного везения, или здравия, или успеха. Посмотрите на себя внимательно и найдете в своем сердце ответ на все вопросы, которые связаны с этим временным веком. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...